Витископ. Команда года тут без сюрпризов. Это команда Mercedes. Команда, которая умудрилась построить невозможно быстрый болид. Невозможно быстрый. С таким запасом команда ехала. И в каждом элементе болида они превосходили своих конкурентов. Для меня стало сюрпризом, как неопытная команда, хотя возможно это и сыграло им на руку. Их ничто не тянуло. Неопытная команда сумела построить с нуля в принципе отличный мотор, отличное шасси с отличной аэродинамической эффективностью. Они сумели опять-таки заставить своих пилотов вести себя правильно. Скажем так, правильно-неправильно. Это была борьба иногда за пределами правил, но при этом всем сохранялось равенство. Они старались быть очень лояльными и к Льюису, и к Ника. И в принципе каких-то особых скандалов мы не увидели. Вот в этом наверное для меня стал основополагающий такой вот фактор, благодаря которому можно назвать команду Mercedes лучшей в этом году. Я погоджую, что команда Mercedes завдяки своему решению не втручатись до СПА дала нам фантастичный сезон. Потом она трешки расставила акценти и тут уже было питание до Ника. Он сдал. Но я передумал назвать команду Mercedes для меня командой, потому что аспект гармонии в команды, прогрессу в сезоне, результатов, которые они показали в сравнении с тем, чего ожидаешь. Напевно, тут номер один – это Red Bull. У Red Bull був жахливый первый месяц тестов. Команда почти ничего не отъездила, они знали, что у них проблемы с мотором, они были ниде. Там, где Lotus, и залишився, но команда зібралася уже в первой гонке. Попри те, что они порушили регламент и их дискваліфицировали, они смогли вывести цей мотор на какой-то более-менее простойный уровень. И это единственная команда, которая выиграла, кроме доминантного, Mercedes. Она выиграла в каких-то обставках, там или в другом случае. Все равно команда попрацювала дуже плідно. И в середине у нее не было чвар. Команда Red Bull показала, что она может быть единственным коллективом, даже когда топ-пилот програет напарника, который сегодня пришел в команду. То, как потом говорил про Себастьяна Фетельданя Рикардо, что он очень щиро меня витал из победы, он всегда радовался моим успехам, он ділився налаштуваниями, когда это было следовать. Это была настоящая командная работа. То есть, что Red Bull, попри все трудности в начале сезона, смогли завершить рік на втором месте, с віце-чемпионским званием, это достигнение всему коллективу. Тогда я думаю, что тебе нужно было Red Bull отнести в прогресс года, а не в лучшую команду. Это как раз была главная дилемма. Прогресс года и команда года. Вильямс или Red Bull? Я думаю, тут просто 50 на 50. И там можно было бы найти аргументы, чтобы поставить и в тот, и в другой вариант команды. В любом случае, я с тобой тоже соглашусь отчасти, потому что Red Bull, который мы все прекрасно помним, как у Red Bull решались вот эти вот командные терки, назовем их так, и в этом году, при том, что ролями поменялись абсолютно, Себастьян Феттель со вторым пилотом, команда проявила себя очень хорошо и действительно прогрессировала она постоянно и выиграла три гонки. Правильно ты сказал, что там, да, при проблемах Мерседеса, но почему-то никто другой, кроме Red Bull, не подхватил возможность победить в этих гонках. Поэтому, да, тоже отчасти я отдаю это звание Red Bull.